Давай начнем с того, что происходит в Америке. Я никогда не думал, что доживу до этого дня, не тогда, когда копы избивали молодых людей, протестующих против этой войны, потому что я так стар, что видел, как они убивали студентов в Кентском государственном университете в 1970 году, 54 года назад. Я видел, как они обращались с молодыми демонстрантами на съезде Демократической партии в Чикаго в 1968 году. Так что я продолжаю. Я не удивлен тем, что копы делают с молодыми протестующими, протестующими против этой войны. Я совершенно поражен тем, что все люди, которые протестовали бы против войны во Вьетнаме, теперь подбадривают избиение до полусмерти тех, кто протестует против этой войны в секторе Газа. Как ты к этому относишься? Джордж, когда ты впервые встретил меня еще до вторжения в Ирак, я думаю, ты понял, что мне было немного не по себе от идеи публичных демонстраций. Я был военным человеком. Я был тем, кто был по другую сторону проблемы. Я был оскорблен тем, что делало правительство, но мне было не по себе от протестов и не по себе от участия в протестах. Но ты и другие убедили меня в том, что именно это и нужно делать, чтобы донести свое послание. Так что я с гордостью гулял с тобой по Лондону, и я с гордостью гулял с другими. Ты была последовательна в своей страсти и в методах выражения своей страсти, включая протесты. В Соединенных Штатах меня окружали люди эпохи Вьетнама, и они говорили о необходимости возрождения духа протестов во Вьетнаме. И они выходили на улицы, и они протестовали, и они кричали, и они делали то, что они делали, а затем они исчезали, потому что они были очень сильно ослабленными воинами. Они были летними солдатами. У них не было того, что нужно, чтобы выстоять в этой борьбе. У некоторых людей это было, но по большому счету эти страстные протестующие поддались реальности времени. Реальности, что для того, чтобы протест был успешным, он должен быть устойчивым. Но они утверждают, что у них есть моральная основа. И я наблюдал, как они на протяжении многих лет пытались возродить страсть протеста. И они не смогли этого сделать, потому что в конце концов им не хватает страсти. То, что мы выясняем, это то, что им не хватает убежденности в том, что они просто пустые костюмы, или, следует ли нам сказать, пустые футболки, окрашенные галстуком. Это больше не настоящие протестующие. Это фальшивка из фальшивок. Сегодняшние студенты подхватили эстафету. Они бегут с этой проблемой. Они делают то, чего мы с тобой требовали от других много лет назад, когда мы пытались остановить войну в Ираке. Они по собственному желанию выходят на линию фронта. Они ведут битву и платят за это цену. Это не ослабленные воины. Это не летние солдаты. Это убежденные протестующие за дело, в которое они глубоко верят. И в это время, в этот момент истории, именно здесь тем протестующим против войны во Вьетнаме, тем неудачливым протестующим против войны в Ираке, нужно подняться и сплотиться. Потому что это справедливое дело. Это дело, достойное их чувств, их страстей, их пота и даже их крови. И все же они молчат. Не просто молчат, Джордж, ты прав. Они на другой стороне. Это предатели. Это существа, совершающие государственную измену. Это люди, которые ничего не значат. И я прямо сейчас скажу антивоенному движению в Америке, идите к черту. Ты потерял меня навсегда, потому что ты не антивоенное движение. Сегодня в секторе газа происходит геноцид. Там идет ужасающий конфликт, уносящий жизни десятков тысяч невинных палестинцев. А вы молчите, не просто молчите, но вы на стороне полиции, вялой жестокой полиции, которая приходит и исполняет конституционно-сомнительные указы и приказы губернаторов, мэров и школьных администраторов. Свобода слова ничего не значит в Америке сегодня. Свобода собрания ничего не значит. Да, эти студенты могут нарушать закон. Ну и что? Чего мы хотим от наших студентов? Где бы вы ни находились в этом мире, вы хотите, чтобы люди имели открытый разум и открытое сердце. Они идут в университет, чтобы учиться, чтобы стать хорошими гражданами, гражданами, которые расширяют свои возможности с помощью знаний и информации, но не просто книжного обучения, а чтобы на самом деле выйти и быть среди людей, чтобы узнать реальность жизни. И вот они сталкиваются с одним из величайших зол современной истории, геноцидом, происходящим в секторе газа. И они сказали, нет, мы не будем молчать. И они сделали то, что мы требуем от хороших граждан. Они предстали перед нами, чтобы привлечь людей к ответственности, а остальная часть общества отступает, особенно те лицемеры, которые утверждают, что они против войны. Сегодня в Америке нет антивоенного движения. Я имею в виду, что антивоенное движение существует вместе со студентами. Там есть студенты. Студенты взялись за это дело. Но те, кто утверждает, что они против войны, те, кто разочаровал меня в преддверии войны в Ираке и разочаровывал меня с тех пор, доказали, что мое разочарование было не напрасным. Они разочарования. Они лицемеры. Они худшие из общества, потому что они утверждают, что являются одними, но они были разоблачены как другие. Меня тошнит от того факта, что антивоенное движение в Америке сегодня безмолвно. Не просто безмолвно, но и сидит на своих задницах, подбадривая полицию, с которой они когда-то утверждали, что хотят бороться сами. Лжецы, лицемеры, откройте глаза. Разве Нетаньяху не собирается вторгнуться в Рафу, по вашему мнению, Скотт? Да, потому что никто его не остановит. Прямо сейчас нет силы, которой Нетаньяху боялся бы. Он не боится Джо Байдена. Он не боится Соединенных Штатов. Ему следовало бы бояться, но он не боится. Но он не боится Международного Уголовного Суда. Он не боится Международного Суда Справедливости. Он не боится Организации Объединенных Наций. Он ничего не боится. Так что он собирается вторгнуться в Рафу. Он собирается совершить ужасное преступление. И самое печальное в том, что Египет, который утверждал, что это станет красной чертой достойной войны, ничего не сделает. И Ордания, которая заявила, что это красная черта достойная войны, ничего не сделает. Я считаю, что мир будет молчать перед лицом этого, потому что в конце концов нашим правительствам не хватает мужества и убежденности, которые есть у этих студентов в Колумбийском университете, Техасском университете, Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и других кампусах Циммерского колледжа по всей стране. Израильтяне расплачиваются за это на земле в секторе Газа. Они скрывают истинные масштабы своих потерь, но Израиль – открытое общество среди еврейского народа. У них есть свободы, которых нет у многих в арабских странах, и они не смогут вечно скрывать ущерб, который это наносит их собственной молодежи. Что же, Хамас как военная организация не был побежден. Они были там обескровлены, пусть в этом не будет никаких сомнений. С обеих сторон были жертвы, и Хамас тоже понес потери. Но это не сломленная организация. Мы видели, как быстро израильтяне отступили с севера и центра сектора Газа, как быстро боевики Хамас восстановили контроль над этой территорией. О свирепости упорства боевиков Хамас, вы знаете, доказательством этого, конечно же, является то, что некоторые из самых закаленных пехотинцев Израиля, десантники и бойцы других элитных бригад, бригады Голландии, говорят, что мы не хотим возвращаться туда. Это не тот бой, в который мы хотим вступить. Это будет кровавая битва. Это будет очень кровавая битва. Но у Израиля есть новый вид штурмовиков, о котором многие на Западе не знают. У них есть эти резервные батальоны студентов Ешивы, студентов-талмудистов, которые являются ортодоксальными фанатиками и в течение пяти лет учатся в Талмудическом университете, одновременно служа в резервном батальоне. Эти фанатики, эти еврейские фанатики, это те, кто выполняет инструкции Амалика, вы знаете инструкции Нетаньяху. Это те люди, которых вы видите, обнимающимися друг с другом и скандирующими, что они уничтожат логово Амалика. Это те люди, которые отчаянно хотят ввязаться в эту драку, потому что они презирают палестинцев. Презирать – это не то слово, потому что для того, чтобы презирать кого-то, вы, по крайней мере, должны признать в нем человечность. Они не признают палестинский народ в качестве людей. Они называют их человекообразными животными, и они идут туда и не испытывают никаких угрызений совести по поводу убеждения. Убийство детей, по поводу убийства женщин, по поводу убийства невинных людей. Это те люди, которые казнили людей. Это худшие из худших. Это израильские эквиваленты айзенштадтской группы эсэсовских палачей нацистской Германии. И, к сожалению, существует достаточное количество батальонов такого рода, чтобы Израилю удалось собрать военную силу, необходимую для наступления на рафах. И эти люди пойдут на рафах, не испытывая никаких человеческих угрызений совести по поводу проявления милосердия. Они будут безжалостны в исполнении приказов, которые им будут отданы. Так что мы вот-вот станем свидетелями самой крупной кровавой бани со времен Второй мировой войны. Джордж, представь себе, если бы ты мог, Варшавское гетто, печально известное Варшавское гетто. Все слышали об уничтожении нацистами Варшавского гетто. Мы вот-вот станем свидетелями современного проявления нацистского уничтожения Варшавского гетто в прямом эфире, и весь мир будет знать, что это происходит. Наблюдать за этим, за подготовкой, а затем, как будто это какая-то извращенная плата за телеразвлечение. Смотреть, как это разворачивается, и ничего не делать, чтобы остановить это. Я имею в виду, что у вас есть Соединенные Штаты, которые когда-то говорили, что вы не можете этого сделать, и теперь говорят о переселении жителей Газы в Соединенные Штаты. Как о способе открыть дверь для изгнания гражданского населения Газы, что всегда было целью Израиля с первого дня удалить палестинцев из Газы. Соединенные Штаты сейчас берут на себя ведущую роль в этом. Это ужасно, то, что происходит. Это кошмар. И все же каким-то образом мир стал настолько невосприимчивым к страданиям палестинцев. Я не понимаю этого, Джордж. Я не знаю, почему мир не рассматривает палестинский народ как людей, заслуживающих достоинства, заслуживающих всего того, что мы требуем от самих себя. Они заслуживают этого. И все же мы собираемся наблюдать за уничтожением РАФА в ходе военной кампании, столь же жестокой, как ликвидация нацистами варшавского гетто. Что же, большая часть мира, конечно же, не может этого видеть. Это твоя страна, и моя, и еще несколько других. Мы составляем около 14% населения земного шара. Большая часть остального мира может видеть все это слишком ясно. Я сказал в своем монологе, что на самом деле Запад на данный момент морально и политически обанкротился. Ты разделяешь это мнение? Абсолютно. Я имею в виду, что банкротство это на самом деле оскорбление людей, которые проходят через банкротство, когда вы говорите, что Запад обанкротился. Ты же знаешь, что концепция банкротства подразумевает, что в какой-то момент времени мы были платежеспособны. Здесь нет никакой платежеспособности. Нет никакого восстановления. Мы хуже, чем банкроты. Мы дряхлые. Мы прогнили насквозь. Мы разваливаемся по швам. Мы являемся полной противоположностью того, чем мы себя считаем, что делает ситуацию еще хуже. Я с большим уважением отношусь к людям и к злым людям, которые признают, что они злые. Я говорю, что по крайней мере вы честны в отношении того, кто вы есть. Здесь, в Соединенных Штатах, в Европе и в Соединенном Королевстве, мы утверждаем, что являемся чем-то, чем мы не являемся. И в самой аруэловской манере мы используем двоемыслие и двуличие. Мы говорим одно, но собираемся сделать прямо противоположное. Это уже не банкротство. Это буквально полное проявление зла. Мы стали тем, что должно быть искоренено. И я говорю, что это гордый американец, который верит в то, чем должна быть Америка, но не в то, чем она стала. И на данный момент, если Америка не может исцелить себя, и похоже, что американский народ становится все более и более неспособным к такого рода самоизлечению. Может быть пришло время миру сказать, что Америки больше не рады среди цивилизованных наций. И я бы сказал, что то же самое справедливо и для Соединенного Королевства. Да, увы, увы. Может быть нас и разделяют два языка, как сказал Оскар Уайльд, но мы абсолютно едины в отношении этих преступлений, которые мы обсуждаем. И наконец, я глубоко благодарен вам за то, что вы уделили мне время. Сделает ли вторжение в Рафу более или менее вероятным вынесение долгожданного ордера на арест Нетаньяху? И если он будет выдан, что это изменит, Скотт? Вы знаете, одна из интересных особенностей этого ордера заключается в том, что Международный уголовный суд никогда не говорил об этом. Это плод воображения Нетаньяху. Он провел экстренное заседание своего Совета национальной безопасности, где поднял эту возможность, а затем слил информацию в израильскую прессу. А затем передал ее в Соединенные Штаты. Я все больше и больше думаю, что это политическая уловка Нетаньяху, направленная на то, чтобы залечить раскол, который существовал. Потому что до разговоров о Международном уголовном суде администрация Байдена говорила о прекращении продажи оружия и в целом выступала против. Произошел раскол. Люди говорили о разногласиях между Байденом и Нетаньяху. Сегодня у вас есть Белый дом, выступающий в защиту геноцидной политики Израиля. У вас есть Конгресс Соединенных Штатов, спикер Палаты представителей, снова принимающий резолюции, которые, казалось бы, защищают геноцидное поведение Израиля. Это был блестящий политический ход со стороны Беньями на Нетаньяху, чтобы выдвинуть что-то такое, что Соединенные Штаты, он сыграл на нас как на хорошо настроенной скрипке. Потому что у нас проблемы с Международным уголовным судом, с точки зрения его юрисдикции, вы знаете, потенциальной юрисдикции над американскими солдатами и так далее. И мы категорически против этого. И вот что он сделал. Он взял любое потенциальное обвинительное заключение в отношении него самого, его министра обороны, начальника штаба и потенциально других израильских солдат, и сказал американцам. А что если бы это были вы? И Соединенные Штаты сказали, ну, это не может быть нами, поэтому мы должны активизировать свои усилия, чтобы защитить вас. И внезапно Израиль и Соединенные Штаты оказались в одной лодке. Соединенные Штаты защищают геноцидное поведение Израиля. Это отвратительно успешная политическая уловка Беньями на Нетаньяху. Я не думаю, что Международный уголовный суд рассматривает какой-либо ордер. А если бы и был, то учитывая реакцию Соединенных Штатов, я не думаю, что у Международного уголовного суда хватит смелости выдать такой ордер прямо сейчас.